всем добрый день дорогие друзья добрый день уважаемые зрители youtube канала компания market связи михаил ричард и сегодня у нас очередной взор рынка и собственно рубрика траты микрофон сегодня мы поговорим о том что происходит в мире что можно сегодня поторговать какие валютные пары интересны для трейдинга что будет с фондом об рынках ну и в целом с объемы и рынком криптовалют так начнем первое самое такое наверное с новостной больше какие у нас на данный момент важные новости выходит что пошло у нас такой знать что какой сантимент строить стоит на рынке и что нам с этим всем делать первое это то что сша снова начинают войну с китаем коронавирус вроде как у тех и они начинают облагают друг друга санкциями в первую очередь сша заявил о том что хочет наложить санкции на экспорт китайских товаров это раз второй момент это то что китай со своей стороны и говорит что если будь будет наложено какие-то дополнительные санкции на нас мы соответственно в ответ на вас тоже наложим санкции в частности на технологические компании такие как тот же apple google microsoft и в итоге не будем пользоваться условно вашей продукции и начинаются вот такие телодвижения это первый второй момент то что более существенное там заявил о том что он хочет делистить с американских бирж китайские компании что вчера собственно как раз в четверг и подняла бы бурю эмоций бурю большой всплеск эмоций сенат даже проголосовал за то чтобы действительно убрать китайские компании с американских бирж и на фоне этого всего добра сегодня вчера сегодня американские фондовые рынки падают частности очень сильно падают интерес нас до 100 это индекс 100 наиболее крупных технологических компаний вот и собственность то сейчас происходит до газа коронавирус уже плавно начинают забывать постепенно уже идет смещение и снятие карантина но в то же время возникают новые проблемы и в частности условно военные терки между сша и китая и вот этот сентимент сейчас будет доминировать на рынке может даже и все лето и пока не наступит осень и не начнется не начнется вторая волна корона кризиса и вторая волна вспышка эпидемии вот это примерно такой сейчас прогноз по именно индексу настроения бизнеса и настроение всех инвесторов вот поэтому на фоне и на фоне данного настроения сейчас и будем разбирать куда могут пойти рынки это не означает что таки будут резко падать все угрохнется нам мог все умрем и так дальше нет такого не будет тут больше речь идет о том что нужно понимать что раз на такой сентимент теперь важно найти в этом всем поле того что можно вложиться то что можно поторговать по трейдить и быстро заработать вот давайте поэтому запускаемся и так и так и так и так начнем с фондовых рынков видимо буквально вчера и даст снг 500 частности это фонт с пивой неплохо так упал 0 69 процента для для индекса это это очень так нормально даже и вполне вероятно мы сегодня еще дальше спустимся вниз то же самое три пункта это индекс нас это фон который употребляет индекс нас до 100 в частности если мы посмотрим на фьючерсу то мы видим что сегодня уже нас до 100 снижается на минус один процент а смп 500 подупал на 0 93 процента то есть по факту все технологические компании а в частности apple apple является самым крупным не участником а занимает самую большую долю в индексе смп 500 в индексе нас до 100 собственно если на него облагаются акциями то виду и все постепенно начнет снижаться и вот такая текущая ситуация сейчас мы можем увидеть до остановку где-то в диапазоне уровне 2 864 и верхняя граница это 2 980 на фактически около даже 3000 в этом диапазоне мы сейчас ближайшее время и будем торговаться хотя тенденция больше на рост и вполне вероятное даже обновление максимумов в будущем тем более что если посмотрим тут же индекс нас до 100 увидим что тенденция возрастающие и дальше мы растем и вполне вероятно можем обновить максимумы тоже уже даже этим летом так дальше что касается новостей которые выходят на этой неделе и конкретно макро ситуации по каждой отдельной стране смотрите так как уже идет восстановление все-таки крайне послабление карантина то в таком случае мы можем увидеть постепенный спрос на сырье если у нас возникает постепенный спрос на сырье в итоге все первое что продукты питания все что касается продуктов питания то ли то есть ара и своя продукция 1 2 это цветные и черные металлургии 2 потом нефть и газ это соответственно вся данная продукция все это сырье у нас может вырасти соответственно если это все растет то компании которые связанные с времени ввп которых очень сильно зависит именно от цен на сырье а это австралия новая зеландия канада россия частично украина они как раз валюта вернее данных стран будут набирать силу и соответственно будут укрепляться поэтому это как бы первый такой основной нюанс на который следует обратить внимание и как видим на следующей неделе из таких важных какие-то новостей выходят только данные предварительные потому что это данные по инфляции больше ничего нового у нас не выходит именно поэтому раз нового ничего нет то особых контакт стильной сильной волатильности из со стороны макросектора со стороны макроэкономики мах роста данных у нас особо не будет то есть мы продолжим двигаться все том же направлении что и было раньше и валютная матрица на следующую неделю то есть это у нас получается с 25 на 5 2020 и далее будет иметь вот такой вот вид то есть австралии и новой зеландии покупка по отношению к американскому доллару доллар гональниц это продажи и собственно дальше просто можете поставить на паузу и пересмотреть соответственно в этом направлении мы и будем двигаться следующий такой тоже важный момент не стоит забывать что фрс как бы так тонко намекнули что они что могут даже снижать процентные ставки в отрицательную зону хотя по завершу ну они пока это не рассматривают но мы знаем прекрасно что настроение фрс и действие фрс зависит от действий рынка и фактически рынок двигает и даже не так рычаги влияния уже не у фрс центрального банка а у рынка то есть рынок показывает куда куда сейчас двигаться и что делать центробанка и в итоге вполне вероятно если данных сейчас захочет чтобы процентные ставки были отрицательные соответственно счется выкуп гособлигаций сша упадет и доходность если даже зайдет в там около нуля то вполне вероятно можно ожидать снижение действительно процентных ставок сша в первую очередь под ноль процентов а дальше уже может быть и в отрицательную зону судя по количеству тех денег которые на данный момент напечатано количество денег которые вложены в экономику данные данное развитие ситуации вполне вероятно может быть вот и теперь приступаем к технике и разбору сделок и так на данный момент я некоторые сделки по закрывал на счету 8 923 доллара было 5 долларов вчера было хорошее движение по всем валютам даже вчера позавчера вот было намного больше было уже около 9200 вот но плавно именно по эти но плавного ветерана ходит туда-сюда поэтому логично что идеально все расти всегда не будет поэтому надо иногда плавно и закрываться первое что по евро доллару я вот его не вынес по евро доллару я закрыл частично сделку частности закрыл чуть больше половины 003 002 еще оставлено и пока ждем дальнейшего развития событий то есть по евро доллару тенденция больше вверх чем вниз но сейчас будем торговаться в этом флете и ближе к концу лет скорее всего у нас пойдет хоть какое-то сильное движение вверх дальше по фунту по фунту тенденция следующий у нас есть уровень сейчас его обозначу же индикатор так извиняюсь это нажал сейчас я даже индикатор перенастроити в частности построили vas с двадцатого третьего еще двадцатого года так вот То есть, чтобы у нас построение уровня пошло отсюда. И мы видим, что у нас нижний уровень – это уровень в диапазоне 1.2109. Ну, 1.210 фактически. Соответственно, данный, если мы сейчас заходим ниже данного уровня и возвращаемся к нему, в таком случае фунт доллар можно покупать. В противном случае лучше его не трогать. Дальше доллар-франк. Тоже пока флет, тоже его вообще не трогаем. Не люблю такие движения, когда вот такой сильный расколбас. Доллар-иена. Доллар-иену я закрыл, я его писал в чате. Полностью закрыл при достижении верхней границы. И что на данный момент был доллар-иен. Можем заходить в сделку на покупку. Я даже его сейчас выставлю в отложенный ордер. Если мы пробиваем 107, то есть buy-stop по цене 107.95. Если мы пробиваем сюда вверх, в таком случае растем, как минимум к данным максимуму. Поэтому по доллар-иене вот пока такая ситуация. НЗД-иена, в принципе, это же самое, как иена. Новозеландский доллар больше в рост. Иена, если, собственно, пробивают максимум, в таком случае может пойти неплохо наверх. И тенденция больше вверх. Единственный нюанс, что бы я здесь делал, это НЗД-иену половину закрыл, потому что снова зашли к верхней границе. Видите, особого движения пробоя не было. Поэтому частично я бы закрыл данную сделку. Сейчас я вам... Ой, не то. Думаю, где они все. Вот. Так. Это НЗД-иена. Вот она наша. И 0.05. Я бы закрыл здесь 0.03. И забрал данную прибыль. Вот. Так. Ну, и только уже 9... Сколько? 8973. Доллара уже есть на счету. И данная сделка... Так, это не та. Секундочку. НЗД-иена. Все. Ее мы тоже закрыли. То есть, видите, раз заработали еще. Вы сидели, заработали. И теперь ждем дальше. Новозеландский доллар тоже тенденция больше вверх. Но пока сигналов как таковых я не вижу, поэтому не рекомендую ее вообще трогать. Доллар Канаде с тенденцией больше в нижнем вверх, поэтому вот такие вот приросты, резкие всплески, вот в это лучше не трогать вообще. Сейчас мы находимся в широком очень флете, поэтому тоже сидим и ждем, пока сигналов нет. А у USD та же самая картина, тенденция хотя и больше наверх, но пока сигналов по технике нет. И рекомендую посмотреть самое первое, второе, третье видео из этого марафона, который есть на YouTube-канале компании Markets. То, что я проводил, там я очень подробно рассказал про торговую стратегию. Дальше. Ауткат. Пока у нас сделка одна висит, ни вверх, ни вниз, пока в диапазоне болтаемся, поэтому ждем. Но тенденции больше в шорс. Соответственно, если мы зайдем ниже уровня 0.91.19, в таком случае можно его рассматривать в продажу. Дальше. Аутфранк. Тоже интересная картина. Если пробивают уровень данного максимума, это сколько у нас тут? 0.63.85. И возвращаются за него, в таком случае можно здесь продавать с целью где-то на уровне 0.62.05. Аутена. Пока сигналов как таковых нет, но тоже если максимум пробивают, 71 и возвращаются за него, в таком случае можно его рассматривать в шорт. ajet. Дальше. Аут. NZD. Ничего. Канада-франк. Тоже, видите, находимся в этом диапазоне. Пока сделок как таковых нет, и пока находимся все в одном и том же диапазоне. Ждем. Ждем дальнейшего развития событий. Но тенденция больше вверх, чем вниз, поэтому и ждем, когда оно дальше вырастет. Aila. Та же самая картина. Тенденция больше вверх, чем вниз. Пока, понятно дело, канадец подупал. Aila тоже подупала, поэтому и видим данное снижение. Но тенденция больше вверх, чем вниз, поэтому там ждем. так евро аут тут тоже такая интересная картина нарисовалась если пробьем минимум это уровень 6570 и вернемся за него можно его пробовать покупать потому что при таком вот уже плавном снижении вполне вероятно придет хороший всплеск наверх еврокат пока там находимся ровно по центру диапазона поэтому особо не рекомендую никуда заходить еврофонд тенденция наконец-то пошли евро франк тенденция наконец-то пошла наверх двигаемся вверх и ждем когда движение пойдет еще выше еврофонд тоже закрыл большую половину 0 4 закрылись за номер пяти так мы рассчитывали по нашим резком тенденция дальше вверх принципе ждем пробоина данный сигнал я давал принципе я думаю вы на нем уже должны были заработать евро иена та же самая картина я его закрыл полностью сделки можете видеть пока откат принципе если вы заходили со мной так в случае можете уже прикрывать и забирать свою прибыль если еще не закрыли так больше там евро иена не заходим евро и зада пока сигналов нет тоже видите по центру фунт ауде вот так интересная картина в принципе по фунту мы еще можем ожидать снижение к нижнему уровню 185 25 тенденция больше вот сюда вниз если будет возврат в случае можно пробовать покупать с ростом как минимум на уровень у нас будет где-то в районе 190 в этот диапазон вполне вероятно можно вырасти фунт и надо та же самая картина тебя же эти сигналы на связывались тенденция больше вверх но пока ждем потому что канадес если грохнется и вернемся обратно вот тогда зайдем пока иначе я бы пока не заходил фунт франк по центру ничего не делаем фунт иена тоже пока ничего не делаем именно хорошие сигналы дохода у нас нет фунт это же самая картина если пробивают максимумы в то в таком случае можем вы извиняюсь не максимум минимум это уровень сейчас его обозначу 1 98 78 пробой и воздавать в случае можем его покупать далее вверх нзд канада пока ничего доллар рубль тоже эти хорошо пошел на укрепление как мы с вами говорили и пока находимся в диапазоне ждем дальнейшего развития событий так по золоту золото я закрыл первую сделку виде когда рыбанули резко вверх почти дошли на тейп профита я закрыл 004 то есть 90 процентов и вторую закрыл буквально вчера когда начали откатывать пока пока по золоту я бы его не трогал хотя тенденция больше вверх чем низ особенно еще на фоне данных неопределенностей с сша и китаем золото принципе будет расти поэтому тут два варианта если готовы рискнуть можно попробовать его купить он может вырасти поэтому поэтому можно пробовать если же нет таком случае имеется если не готова рисковать в случае лучше лучше подождать так биткойн торгуется в диапазоне диапазон очень широкие тенденция вообще больше 10000 чем раз верхней границы до 10 лишь нижние 8 200 в этом диапазоне я думаю будет торговаться еще очень долго плате на шикарно выросла также шикарно упала поэтому тоже пока не трогаем но и собственно по фондовым индексом ждем возможно будет какой-то коррекционное движение вниз небольшое относительно под и технологическим именно компаниям нового глобальной тенденция большего вверх чем из то вот smp та же самая картина небольшие коррекции мы сейчас будем делать логично что вместе с май продавать все-таки хоть немножко должен себя отработать вот но на самом-то деле тенденция больше верить в рынок я уже казалось заливаю деньгами вполне вероятному а дальше будем расти ну и индекс страха видим увеличивается соответственно если другу на рванет в таком случае можно его пробовать продавать мы еще пока не конечно не вернулись к нижним границам то есть границам где у нас спокойствие но пока ждем так мы и по нефти нефть тоже шикарно пошла в нашу сторону сейчас пошли коррекционные движения но логично что после сильного роста будет какое-то падение но общая тенденция дальше вверх уровня где-то 45 мы пойдем вот собственно на этом все у нас что у нас по сделкам общая сумма уже закрытых 8973 по открытым около 99000 то есть растем еще осталось тысяч долларов и мы удваиваем депозит что не может не радовать ну и даже напоминаю что вместе с компания маркес мы запустили обучающую программу можете зарегистрироваться и обучиться макро эти техники и торговать собственно так как я показываю на вам в прямом эфире все каждые каждый сделал вот так вот вы меняю чихну или кашином сами не понял но 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 правда так мы и почитаю ваши вопросы первый вопрос пошел по медленнее записывая слишком быстро говорите так я постараюсь максимально медленно уже говорить но вроде как у меня пока получается так спасибо кассина спусту суперский благодарю за ваш отзыв очень начинает то согласен что по фундаменту и новостям говорят очевидные вещи публикуют принципе ожидаемые данные которые особо и не толкают важно знаете что если опубликовали ожидаемые да они не толкнут и собор но если опубликуют неожидаемые да они очень даже сильно толкнут поэтому вот и новость это всегда такая угадайка рванет не рванет и торговли на новостях ну так себе затея честно говоря да почти везде угадайка это понимаю что инвесторы уже подготовлены дальнейшему движению рынка смотрите все инвесторы давайте то чтобы 7 если я расскажу как моя логика и как мы инвестируем то есть я вижу что на данный момент 2020 год будет падение по ввп но в частности по определенным отраслям это реальный сектор это все это все что связано с сырьем это все что связано с промышленностью в этой в этих отраслях будет просадка логично что так как данные отрасли занимают львиную долю ввп будет просадка пвп но в то же время я понимаю что технологические компании я понимаю что здравоохранение отрасли и те же коммунальные услуги они начнут расти те же потребительские товары они тоже будут расти вот в итоге я себе делаю пронос а если вот это упадет это вырастет там на 2020 год закладываю насколько она может упасть и какая должна быть справедливая цена и в итоге даже если цены на данные компании упали вполне вероятно не могут торговаться по справедливой цены и их можно покупать потому что дальнейшие тенденциям на которое пойдет на восстановление в 2021-2023 году году то есть минимум там через 3-5 лет она может рвнуть намного быстрее и компании сейчас будут выглядеть на бумагу очень сильно недооцененным или наоборот есть компании которые например тоже анализируем которые вроде как упали вроде как стали очень дешевыми это в частности нефтяные компании ну вроде должны вырасти но ты потом берешь считаешь прогноз то есть сколько компаний заработает будущем сколько компания уже заработала сколько она должна стоить и получается что справедливая цена там недооценка 10 процентов то есть по факту с учетом погрешности и всего это компания торгуется по той цене которая должна торговаться то есть практически по справедливой цене и в результате ее нет смысла даже покупать несмотря на то что стало очень дешево и вроде казалось бы ее должны там поддержать восстановить но нет ее нельзя покупать потому что она будет торговаться в этом диапазоне еще много лет и особого заработка не будет ну конечно если там грохнут ее еще ниже а справедливая будет там недооценка процентов 40 ну тогда да да лично можно ее будет купить так вот поэтому и всем все уже заложено как михаил добрый день благодарю за обзор ждем ваше видео для украины пятница благодарю благодарю будет видео так золотый биток покупки с вами спасибо поддерживаем всех все хорошо выросла так спасибо за обзор скажите пожалуйста на основании каких факторов вы ожидаете рост евро если в европе просто катастрофа смотрите на самом-то деле в европе там европе фактически процессе то есть реального роста реальный рост замедляется с каждым с каждым кварталом все меньше 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 вообще даже за предыдущие года когда вроде как не было рецессии не было коронавируса темпы роста составляли порядка порядка полтора процентов это это очень мало на самом деле это инфляция 2 процента темпы роста ввп полтора процента ну как то ну как то так дальше получая плюс до мировое ввп растет тоже со скоростью средним два два с половиной процента то есть получается что в европы растет медленно и на горизонте 10 лет европа фактически будет немножко стало вот но другой момент если европе есть много денег фактически деньги инвестируются за рубеж деньги инвестируются в америку в китае в другие развивающиеся рынки и по и так как в европе можно занять под низкие проценты инвестировать тоже сша или другой развивающиеся на под более высокий процент вот на этой разнице и живет то есть по факту деньги вкладываются в активы и так как деньги вкладываются в активы когда есть какие-то риски в том же сша допустим активы продаются и возвращаются обратно европу таким таким образом и есть заработок я отдана кредита не так называемые вот эти своповые сделки слопнулись и керри трейд закрыт в итоге мы получаем то что ну так как данные сделки закрываются они чтобы отдать кредит надо купить евро и в итоге начинает дойти спрос на евро и в результате евро идет нам идет больше на укрепление чем на продажу плюс ко всему еще не забываем про то что есть ожидание на снижение процент на ставок в евро и и так отрицательная процентная ставка может быть еще ниже в результате это тоже дополнительный заработок потому что даже если доходности купонные доходности по облигации там условно 0 5 процента но ожидается снижение до нуля процентов то двадцатилетние облигации дадут доходность 10 процентов из-за изменения цены поэтому на облигации даже с отрицательной процентной ставкой тоже можно зарабатывать и собственно только то чем и пользуется большинство трейдеров разбор сделок реально хороший подарю дякую дякую так да действительно от новостей нет ниже да так есть вот ждем восстановление вот за эту неделю кстати было хорошее восстановление дальше будет еще мы еще ожидаем рост понятное дело что сейчас может быть какое-то коллекционное движение но больше занимается вверх все собственно на этом у меня все с вами был михаил ричер успехов больше профитов увидимся с вами ровно через неделю поэтому будьте успешными торгуйте инвестируйте и зарабатывать а